Всем привет! Мой диффузер работает, увлажнитель воздуха. Не знаю, насколько этот белый шум будет присутствовать на бэкграунде. Ну да ладно. Сегодня будет русское видео, потому что обычно я делаю на английском у меня на канале. Да, русское видео с вот такой вот книжкой. English is not easy by Lucy Gutierrez. Да. И, конечно же, вы спросите, о чем эта книга. А я вам, конечно, отвечу о том, что английский непросто. Вообще, насколько вы знаете. Ну, если у меня вообще кто-то в подписчиках остался из того самого видео, где я рассказывала наши университетские, там, детские истории однокрупниц и однокрупников. Вот, если вы... Ах, какие красивые, ёшкин кот. Если вы остались, значит, еще с того видео, то вы, я думаю, поняли, что я учусь на учителя английского и немецкого языков. Вот, и это мой последний курс. Надо писать диплом. Никак не могу сесть. Вот. Да. И у меня вот тут оказалась такая замечательная книжка вообще. Эта книжка хороша тем, что... Тут такая супер, прям супер-бупер базовая информация. Очень базовая информация. Но она с классными иллюстрациями. Как нам говорит информация, написанная вот тут на пыльшке. Тут как-то... Это у нас Люси Кутириас. Она испанская художница, которая прославилась своими ироничными скетчами и комиксами для самых известных газет и журналов в мире. Птички поют. Каргут воровные птички поют. Да. В том числе The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и The New Yorker. Да. У Нью-Йоркера тоже бывают такие прям очень... Ну, не прям говорящие иллюстрации, но такие достаточно компромайсинг, в общем. Ну, двойственные, не знаю, там, шутливые, очень карикатурные, прямо, да. Ну, как тут и было сказано. Нет, тут не было сказано карикатура. Тут больше даже карикатура, чем... Ну, ирония, сарказм, это всё про одно и то же, в принципе. Вот это её первая книга. «Ингли жизнь на лизе и мгновенно стала международным пистеллером благодаря потрясающему чувству юмора, юмора, иллюзии или иллюзии, её таланта иллюстратора и удивительной наблюдательности. Умирает смех над её рисунками и коротенькими текстами, узнавая себя или своих друзей. Вы не заметите, как на всю жизнь запомните самые заговыристые правила английского языка». Ну, на самом деле, заговыристые правила английского языка только с одной книжкой вы никогда не выучите. Это горькая правда по изучению вообще всех абсолютных языков. Вы можете легко запомнить какие-то отдельные примеры, что, безусловно, супер-классно и супер-полезно. Ну, ладно, давайте посмотрим. Вообще, у неё тут сколько уроков? У неё тут 11 что-то? Нет, не 11. 17 или 18 уроков. 17 уроков, которые иллюстрированы. И там первые уроки, они не особо интересны. Это прям для новичков подойдёт. Тут прям даже начинаю с алфавита. Ну, то есть, вот, как бы... Да, тут даже, ну, такая вот, ой, такого рода информация, как просто, куда ставить глагол в тупе, а где, типа, вспомогательный «ду» и так далее. Вот. Ну, тут, кстати, что мне нравится в её... Сразу скажу, издание для взрослых, но для ангельских для взрослых тут подписано, потому что примеры такие есть. Двойственные, неоднозначные. Ну, смешно, смешно, для взрослых очень даже. Да, и что мне нравится здесь есть? Сленговые выражения... Сейчас, правда, сленговые выражения пытаются везде пропихнуть, но... Если они... Если они скомбинированы с достаточно серьёзной... Так сказать, с достаточно серьёзным дискурсом. С достаточно серьёзной подачей. И они вкраплены правильным образом, то это очень здорово. Вот тут, в принципе, такой вариант, я думаю, такой же, как будто я вам рекламирую книгу. На самом деле, я могу. У меня голос слетает. Но, на самом деле, я могу прорекламировать себя. Ребята, записывайтесь, всем пис. Вот. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас такого есть. Ой, вообще, я потом, наверное, спешу на эти... Миллион, наверное, видео на русском. О том, каково это быть вообще преподавателем. Как я практику проходила. Там, в принципе, знаете, было кое-что интересное, а кое-что не было интересное. Как меня, например, на практике встречали мои учителя. Типа, кто как реагировал. Как реагировали на мою одноклассницу, когда она пришла тоже на практику. Чем отличаются там практики второго иностранного языка и первого иностранного. В общем, про моих учеников тоже на репетиторстве, которые там... Ну, были некоторые очень такие интересные кадры. И на самом деле все дети такие разные, это прям... Да. Так вот, посмотрим. У нас здесь есть тема The Imperative. Повелительное наклонение. Естественно. Тут нам сразу говорят использовать глагол без местоимения. У нас вот такая указательная штучка. Указательный знак. И мы сразу понимаем и, в принципе, знаем еще из русского языка, что приличное наклонение это когда ты говоришь кому-то что-то сделать. Или приказываешь, или просишь. Правильно, правильно. Чтобы приказать что-либо. Естественно. Еще он, естественно, употребляется на объявлениях и табличках. И чтобы дать инструкции. Те же самые рецепты. Мануалы, так сказать. Инструкции к телевизору. Что угодно. Чтобы дать дружеский совет. Но вообще-то дружеский совет можно дать и через шут. Но это не важно. Он сюда подходит. Чтобы побудить к чему-то. Ну да, это естественно. И у нас есть маленькая такая вокабулярная вкраплинка. Carry on. Продолжать. Edge. Край. Да, вот так вот. Этот вокабуляр из подчеркнутых примеров. Давайте прочитаем пример. Чтобы приказать кому-то что-то. Take your hand off my legs. Но вы поняли. На объявлениях и табличках. Do not touch. В музее, например. Чтобы дать инструкции. Carry on when you get to the edge. Yikes. Окей. Чтобы дать дружеский совет. Tell him how much you had him. Да. Чтобы побудить к чему-либо. Sit closer, please. И, конечно же, у нас пшная дама. Которая сидит. Которая сидит. Которая сидит. В метро. В вагоне метро. Да. Дама, наверное, латинского происхождения. А может быть, англичанка. А может быть, она еврейка. Непонятно. И, конечно же, на картинке есть постер. На котором употреблено с грамматической точки зрения. Не просто слова. Там написано. А, императив. If you see something, say something. Да, предупреждающий знак. Мне еще нравится, что тут цветовая гамма выдержана. Вообще, красный и черный очень классно сочетается. Ну, что тут еще? Конечно, тут у нас есть карта Нью-Йорка, походу. Да, Queens, Brooklyn, Coney Island, Avenue, and Avenue P. Well, Washington Cemetery. Yes, Queen's Beryl Bridge. Manhattan. А, там. The F-Lime Poem. Линия, ну, то есть, да, стишок посвященный. Линии F, не помню, какого она цвета. У нас вроде как линия, знаете, как-то по ним передвигаться классно. И там все понятно, достаточно понятно. А в этом Нью-Йорке, блин. Там пока с метро разберешься. Ну, там, на самом деле, там недолго разбираться с метро, но так сложнее, чем в Москве мне показалось. Давайте прочитаем, что у нас тут есть. Можете для себя отмечать, где у нас употреблен императив. На самом деле, простая тема. Я так любила в школе в свое время. Вот. И будучи учителем, я тоже ее люблю, потому что она легкая. Тут ничего не надо вымудрять. Окей, let's read some poem. Take the F-lane to Brooklyn. If you're lucky, you'll arrive in the evening. Let's go to Avenue N, where English class will never end. Nice rhyme. Go past Avenue 1 or its I. Yep. Go past Avenue I, then Bay Parkway, you'll see with your eyes. Don't miss the symmetry from the train. Next stop is Avenue N. But certainly you are on Avenue P. Isn't Avenue N where you should be? The F-line is unpredictable from local to express service. It's quite variable. 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 Get back on the F-line to Manhattan if you don't want to take a walk on Coney Island. So wait for the next train on Avenue P. Your frozen nose you will see. Right. Hey, not so bad. The F-train is coming, but again you missed Avenue N until tomorrow morning. Там. Неплохо. Неплохо. Неужели ты ездил Avenue N? Там. Ох, хочется обратно в Нью-Йоркский метрополитен поиспытывать судьбу. Так. Айси. Ну, тут неинтересно. Времена вообще неинтересно с детьми разбирать. И не только с детьми, со взрослыми. Знаете, что интереснее всего? Интереснее всего это прям разговаривать, то есть испытывать своих же учеников на предмет беседы. Вот. А потом за ними ошибки записывать. Это ты такой своего рода я синхронные переводчики, а ты такой синхронный корректор. Корректор. Да, замазка, корректор. Так, дальше мы посмотрим, что у нас тут есть. Ах, да, давайте посмотрим, какие у нас есть слова. У нас тут опять есть очень веселенькие картинки. Мне нравится, как бумага так скрипит. you can be, а, ну да, тут, наверное, модальные глаголы. You can be polite, вежлив, dishonest, I can be honest, I can be honest, yeah, как буротина нос растет. То есть, да, но, лгном. I can be chatty, разговорчивым. I can be grumpy, насупившимся. I can be wise, тут вред, как будто изображен, но, наверное, мудрым. I can be weird, странным. I can be distrustful, подозрительным. I can be tough. А тут какой-то скинхендер, софин со всякими там шрамами. Окей. Ну да, типа крепким. I can be cheeky, и такой девочкой, припевочкой, ну или даже махальный. I can be optimistic. Тут все понятно, я думаю. Ой, ну да, тут есть еще объяснение этих же слов, которых я вам сейчас прочитала на английском. Можно это тоже прочитать, посмотреть. Арукент, having an exaggerated sense of one's unimportance or abilities, brave, possessing courage, calm, not feeling nervous, clever, showing sharp intelligence, crazy, affected with madness, enthusiastic, having great excitement and interest, envious, painfully desiring what someone else has, friendly, warm, comforting, funny, causing laughter or amusement, lonely, without companions, solitary, nice, kind and friendly, sarcastic, using words in a sense that is contrary to their meaning, or just being evil, you know, silly, foolish, lacking common sense, witty, using quick and invent, inventive verbal hume, ouch, да, тут еще есть кое-какие слегки, и с ними же иллюстрации, обожаю как эта книга пахнет что у нас тут как вам показывать-то? коси-би они обмениваются сплетнями лэйзи девчатчий, да? но wicked но противный окей о май гош ну да, то есть нотс это тот же самый сумасшедший запоминайте орехи сумасшедшие зэйн себялюбивый самолюбивый там, да и тщеславный но это то же самое в принципе постоянно кстати, когда провожу по волосам с этими ногтями у меня вот тут щелку очень прям плохо так западают волоски девочки кто носит fake nails меня поймут, я думаю и прям волосы вытираются или отрываются или ломаются и так дальше у нас тут есть selfish что в принципе всем так это достаточно знакомо silly то есть глупенький, да? о май гад о май гад о май гад да, дела ну тут прям такие примеры конечно окей да, знаете вот эту вот эту книгу если вы ее в принципе иллюстрации к ней некоторые показываете в ютубе и а и вы показываете достаточно близко прям когда все видно то вы автоматически должны будете поставить в настройках что это типа not forget мне прервут или нет? вроде нет вот и тогда видео не увидит широкая публика то есть даже если ребята достаточно взрослые по семнадцать по девятнадцать это уже да, это все или там не знаю шестнадцать что уже достаточно взрослые да тогда они не узнают всех прекрасных книг хотя не знаю тут некоторые вещи не знаю вот для шестнадцати семнадцати вот для шестнадцати рановато мне кажется хотя учитывая что ну как бы показывают в масс-медиа наверное и для шестнадцати уже фигня полная на самом деле на самом деле тут не прям жестко ничего нету но так знаете такие острые шуточки вот но за счет них вот именно взрослые люди например те которые могут узнать себя или своих друзей в этом они наверное точно запомнят какие-то там правила просто потому что ну 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 да тут если что дисклеймер только для людей с чувством юмора то есть как бы sorry not sorry serious not serious так вот думаю для этого видео пока что все вот это видео получилось наполовину русским наполовину английским но ничего ну и нормально вот ой надо будет лоуфай видео записать вот сегодня точно с ногами ног снюшками выглядит как шемчужная да если вдруг кому-то нужен английский английская речь всегда welcome можете в сообщениях например узнать е-мейл или я подпишу в инфобоксе не знаю вот у меня пока нет никаких ну как у меня есть ученики но в последнее время я отказываюсь от от детей до пятого класса может даже до шестого не знаю но психологически видимо моя группа это плюс-минус подростки плюс взрослые вот с детьми как-то сложно работать но если вы ребенок и вы смотрите это что как говорится спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр в принципе русские видео будут еще выходить я думаю да почему бы нет некоторые англ-говорящие тоже просят иногда записать что-то на своем ныть флейнконе так сказать потому что непонимание речи лучше расслабляет людей чем вслушивание в свою речь так скажем все всем пока всем спасибо